Здравствуйте! Эфир Амурского областного телевидения. Продолжает выпуск новостей. В студии вас приветствует Оксана Холодова. Вначале, как обычно, основные темы. Увеличат количество маршрутов и число пассажиров. В этом году на развитие субсидированных авиаперелетов направят более 16,5 миллиардов рублей. Сельхозпроизводителям возместят часть затрат. Дополнительные меры поддержки одобрило российское правительство. Обманывала амурчан по WhatsApp. В Благовещенске сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнюю местную жительницу. Стройка века объединяет. В Амурской области на возведение второй ветки БАМа работает семейная династия. В этом году на развитие субсидированных авиаперевозок выделят более 16,5 миллиардов рублей. По сравнению с 2021 сумма увеличена в полтора раза, сообщил полпредпрезидента ВДФО Юрий Трутнев на совещании под руководством председателя правительства России Михаила Мишустина. Дальний Восток занимает более 40 процентов территории нашей страны. Транспортная доступность между регионами имеет особое значение. Правительством России разработаны три программы субсидирования авиаперевозок. Первая предназначена только для жителей Дальнего Востока и обеспечивает перелеты в Москву и Санкт-Петербург. По второй билеты по сниженным ценам могут приобрести представители льготных категорий. Это молодежь, многодетные семьи, пенсионеры-инвалиды. Среди них есть, как дальневосточники, так и те, кто не проживает в ДФО, но хочет посетить регион. Третья программа направлена на развитие межрегиональных авиаперевозок внутри округа. Оператор – единая дальневосточная авиакомпания. В прошлом году по 20 новым маршрутам перевезено почти 70 тысяч пассажиров. В 2022-м планируется увеличить количество рейсов и перевезти 250 тысяч человек. Работающим в ДФО сельхозпроизводителям возместят часть средств, которые они израсходовали на создание или модернизацию своих производств. Введение дополнительных мер поддержки одобрило российское правительство. На субсидии могут рассчитывать предприятия по переработке масличных культур, рыбы, ракообразных и моллюсков, а также производителей сухих молочных продуктов. Было отмечено, комплексная поддержка поможет аграриям повысить качество и расширить выбор продуктов для потребителей. Развитие перерабатывающих производств обеспечит появление новых рабочих мест, в том числе на Дальнем Востоке. Обеспечивать школы, больницы, учреждения социальной защиты продуктами местных производителей. Такое поручение на совещании с профильными министерствами дал губернатор Амурской области Василий Орлов. В прошлом году бюджетные учреждения при Амуре закупили продуктов на сумму в 1 миллиард 100 миллионов рублей. 83% составили товары амурских сельхозпроизводителей. Больше всего региональные компании поставляют кисломолочные продукты, мясные, колбасные, кондитерские изделия, овощи. Больше продуктов местных производителей стали использовать учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты области. Автопарк Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности пополнился 12-ю новыми спецавтомобилями. Машины пока находятся в Благовещенске и готовят к получению госномеров и дальнейшей передаче в районы. Работа по оснащению пожарных подразделений современной техникой за счет финансирования правительства Амурской области ведется четвертый год подряд. За предыдущие три в автопарке появились 10 автоцистерн и одна автолестница. В феврале поступили 12 спецавтомобилей стоимостью более 98 миллионов рублей. Это автоцистерны емкостью 6 тонн. Они вместительные старых образцов техники, которые находятся на вооружении в районах. Новые машины будут применяться для помощи населению в ликвидации бытовых пожаров и при ДТП. Сейчас автомобили принимаются, то есть смотрятся на наличие дефектов, поступивших после поступления с завода. Далее будет проводиться брендирование, то есть нанесение символики, соответственно, Амурской области и стандартные, которые поделены ГОСТами. В дальнейшем постановка на учет и тогда уже направление в муниципальное образование. Благовещенские сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнюю местную жительницу. Ее подозревают в совершении серии мошенничеств. Несколько сообщений поступило в городскую полицию. Потерпевшие находили в мессенджерах группу с объявлениями о продаже одежды, обуви, сумок, продуктов питания и других вещей. Заинтересовавшись товарами, граждане переводили продавцу деньги, однако покупки не получали. В ходе расследования установлена личность недобросовестного продавца. Ею оказалась местная жительница 1981 года рождения. Сейчас установлена причастность задержанной как минимум в 10 преступлениях. Общий ущерб составил более 250 тысяч рублей. Амурчанка находится под подпиской о невыезде. Амурские полицейские и пограничники провели рейд по соблюдению миграционного законодательства. Было выявлено 12 административных правонарушений. При проверке документов у двух иностранцев обнаружили поддельную регистрацию. Еще двое на территории России находились незаконно. Принято решение об их принудительном выдворении из страны. Восемь мигрантов привлечены к административной ответственности по статье «Неисполнение обязанностей» по уведомлению о подтверждении своего проживания в Российской Федерации. Стройка века объединяет. В Амурской области на возведении второй ветки БАМа встретились отец и сын, которые служат в разных военных округах. Их направили возводить железнодорожные пути в рамках крупнейшего проекта России. О современной династии БАМовцев в материале нашего корреспондента Екатерина Талалай. Старший инженер железнодорожной бригады подполковник Дмитрий Лустав с весны прошлого года строит вторую ветку БАМа. Он военный железнодорожник. Этой профессии отдал не один десяток лет. Мужчина работает на станции Дрогашевск Селимджинского района. В 183 километрах служит его сын лейтенант Илья. До переброски на этот объект они не виделись год. Отец у меня служит в железнодорожной бригаде Центрального военного округа. Я служу в железнодорожной бригаде Восточного военного округа. Мы идем навстречу друг другу благодаря строительству Байкала Амурской магистрали. Я прибыл сюда в апреле. Начинали мы здесь со строительства палаточного городка, созваниваясь с отцом. И спустя какое-то время мы уже встретились именно на строительстве на Байкала Амурской магистрали. Они работают по дальневосточным меркам фактически рядом. Между ними менее 200 километров. Первый идет с востока на запад, второй наоборот. И видятся они часто ввиду выполнения смежных задач. Иногда сын консультируется с отцом по сложным рабочим моментам. С детства видел его в форме. Постоянно он был в командировках где-то. Ну и скорее всего это именно меня направило на военную службу. Отучился в военном институте железнодорожных войск и военных сообщений. После этого распределился в седьмую отдельную железнодорожную бригаду. Прослужив там некоторое время, началась стройка на Байкала Амурской магистрали. И сразу в первых рядах поехал сюда. Работы на второй ветке БАМа стартовали прошлой весной. На участке от Улака до Февральска предстоит возвести железнодорожные пути протяженностью 340 километров. Такой крупный объект – отличная возможность на практике набраться бесценного опыта недавнему выпускнику военного института железнодорожных войск. Учитывая, что его отец тоже здесь, сложилась новая трудовая династия. Как и полвека назад БАМ объединяет. Екатерина Талалай, Дмитрий Мяськов, Амурское областное телевидение. 22 февраля – день, который стал свадебным бумом по всей стране. Только в Амурской области в эту зеркальную дату решили узаконить свои отношения более 160 пар. Только в Благовещенске в этот день было зарегистрировано 39 пар. Из-за большого количества желающих городское отделение ЗАГС работало до 7 вечера. В Белогорске мужем и женой стали 24 пары, в Свободном – 20. Многие молодожены начали бронировать эту зеркальную дату и время за год до торжества. Они подавали заявление на 22.02.22, учитывая, что административный регламент сегодня говорит, что можно заявление подать за год. За год. То есть они не просто подготовились и подали заявление, они действительно за этот период, кто-то за год, кто-то за полгода, кто-то за два месяца, они действительно проверили свои чувства, потому что вот та цифра, которую сегодня мы создадим в области молодых пар, больше 160 пар – это рекордная цифра, учитывая, что это рабочий день, вторник. Нужно не забывать, что это рабочий день. Вот. И я еще хотела бы сказать в отношении вторника и февраля, вроде не совсем благополучного, это еще раз сегодня подтверждает о том, что, как мы всегда говорили и будем говорить, что любовь побеждает все. Традиционно в такие зеркальные дни регистрируется самое большое количество браков. И если в этом году их было более 160, то, к примеру, 7 июля 2007 года свои отношения узаконили 180 пар. В Благовещенске демонтируют снежный городок. На площади Ленина работы начали с горок, позже приступят к ледовым фигурам, аркам и буквам. В последнюю очередь уберут светящиеся фигуры, а также главную праздничную ель с арками и шатром. Напомним, в этом году новогоднее дерево простоял на месяц дольше, чем обычно. Решение приняли в мэрии. Полностью демонтировать городок планируют до 25 февраля. Подвигу всегда есть место на земле. Выставка с таким названием в преддверии 23 февраля открылась в Музее пограничного управления ФСБ России по Амурской области. В экспозиции картины известного амурского художника Вадима Кондратьева. Работы посвящены военнослужащим, погибшим при исполнении служебного долга. Среди амурчан есть герои, о подвиге которых знают единицы. Репортаж Юрия Камышнова. Стреляли каждую ночь. Первое время я не могла даже спать. Подвиг Евгении Жуковой не запишут в учебнике истории. В 90-е вслед за мужем, молодым лейтенантом и маленьким ребенком на руках амурчанка не побоялась и поехала в Таджикистан. В то время в этой стране было неспокойно. Выстрелы звучали каждый день. Каждый день пограничники, рискуя своей жизнью, сохраняли порядок в этом государстве. Готовили на костре и собирались все за одним столом ужинали. Мы, допустим, поужинали и на ряд уходят наши сотрудники. Проходят часа два, муж говорит о том, что, допустим, подорвались на мине. И кто-то, вот мы только сидели два часа назад за одним столом ужинали, этих людей уже нет. Но если бы мы не прибежали на помощь, они бы погибли. Дмитрий и Адаменко вместе с напарником стали настоящими героями. Об их подвиге написали в одном из сборников, посвященных юбилею Благовещенска. Летом 2015 года амурчане спасли из огня пятерых детей. Ну, мы подбежали, разбили стекло, вытащили женщину с грудным ребенком. Она говорит, там еще дети. Мы полезли дальше, еще двоих достали. Она говорит, там еще дети. Но уже в другой комнате. Мы выбили еще два окна, достали еще двоих детей. Должили на заставу, что так и так происшествие. Пожарных еще их не было. Валерий Воротинцев, Андрей Кушнаренко, Сергей Скаморохов, Артем Цинько, Петр Елинский. Эти имена навечно вписаны в книгу героев России. Во имя Родины они отдали свои жизни. Амурские пограничники наравне с военными также всегда стояли на охране рубежей страны. Для них февраль – это не только день защитника Отечества. Именно с этого месяца, 15-го числа, началась история Благовещенского погрануправления. И почти на протяжении вековой истории амурские пограничники охраняют границу с Китаем. В следующем году мы будем отмечать столетие образования амурской пограничной охраны в 23-м году. Герои были и будут всегда среди нас. Совершить подвиг способен не каждый. Все эти люди – гордость нашей страны. Юрий Камышный, Михаил Величкин, Амурское областное телевидение. Термокружка, билет в кино или шарж – что дарят своим мужчинам жительницы при Амуре. Каждый год женщины стараются удивить родных и близких о нестандартных подарках, расскажет наш корреспондент Анастасия Слесарева. Алексей Черкун – музыкант. Вот уже два года со своей группой он создает различные композиции. Молодой человек служил в армии, однако в День защитника Отечества подарков не ждет. Но чаще всего, говорит, их дарят. Причем как популярные – мужской парфюм, одежда или сертификат, так и необычные. Был микрофон Шурик, получается. Он такой очень необычный, ретро-микрофон. Я все время хотел его получить, но я на самом деле даже не знал, что он из себя представляет. Так, обзоры смотрел. Но он по цене очень такой, не дешевый микрофон на самом деле. И в какой-то момент я вот получил его в подарок. Я был очень доволен, но, к сожалению, он оказался крайне неудобным. В конечном итоге мне пришлось его продать. Подарки, которые дарят, зная ваше увлечение, для многих ожидаемы, делится Алексей. Но были и неожиданные. Неожиданный квест был. Я на квесты особо как бы не хожу, но всегда было интересно узнать, что там вообще, как это происходит. И как-то мне, грубо говоря, завязали даже глаза. Практически я не знал вообще, что будет. Меня привезли туда и говорят, все, давай, сейчас будем решать головоломки, выходить из ситуации. Было, в принципе, довольно запоминающийся. Сейчас в магазинах представлен большой ассортимент подарков к предстоящему празднику. Кружки, подушки, носки. Причем эти товары входят в топ самых популярных, отмечают продавцы. Активный спрос на них начался еще с начала месяца. Также покупают копилки и стаканы. Для сладкоежек конфетные наборы. Часто делают и корпоративные заказы. Женщины приходят, если это директор, то что-то там подороже штоф, например, или термос-набор, да, с термосом, термокружкой. А обычным сотрудникам – баночки, рюмочки с пулями. Что дарить защитникам отечества, каждый решает сам. Кто-то выбирает из предложенных вариантов в магазине, любители же необычных и интересных презентов. Начинают искать неординарные варианты. Например, шаржи. Художница Надежда Малышева уже три года занимается созданием таких карикатур. В том числе рисует шаржик 23 февраля. Они с каждым годом все больше набирают популярность, делится девушка. Чаще клиенты просят изобразить людей в профессии. Те, которые удалось сделать – футболист, охотник, стоматолог. Кстати, иллюстрация последнего уже красуется на стене в кабинете у врача. Заказы разные у меня бывают. Кто-то хочет, чтобы я конкретно с какой-то картины срисовала. Да, возможно, все, конечно. Кто-то хочет… Ну, мне, конечно, пишут хобби, увлечения. Но в таком случае я сама придумываю, сама думаю, хожу. Как бы так нарисовать, как бы еще красиво нарисовать, чтобы людям понравилось. Поэтому по-разному бывает. Ну, кто-то хочет конкретно, чтобы я срисовала, да, срисовала. С других работ почему бы и нет. А вот один из интернет-сервисов среди идеи для подарков предлагает фитнес-браслет, прыжок с парашютом, чехол для телефона с автозарядкой, урок экстремального вождения, чемодан и даже укулеле. Анастасия Слесарева, Константин Волков, Вячеслав Попель. Амурское областное телевидение. И на этом все. Спасибо за внимание. Смотрите Амурское областное телевидение и следите за самыми интересными событиями вместе с нашими корреспондентами. Заходите на наш сайт amurobl.tv, самые свежие новости и на нашей странице в Инстаграм. Всего хорошего и до встречи. Амурское областное телевидение.